здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры мир танков от лески games у нас необычный обзор обзор танков премиальных восьмого левела на которых можно реально фармить и копить серебро и в этот список у меня попадает эмиль 1951 потому что вообще тяжелые танки это одни из лучших машин для фарма серебра плюс тому же это барабан барабан с какой все-таки там броней в башне вот и прежде чем продолжим обзор конечно же прожми лайк под видео подпишись на канал если ты до сих пор это не сделал но мы с вами отправляемся изучать эту машину чем же она хороша для фарма серебра и начнем мы конечно же с бронирования тем более что здесь есть на что посмотреть и так господа коллижен модель нашего эмиля 1951 и начнем с корпуса нлд 185 и в принципе как для нлд тяжелого танка 8 уровня это достаточно неплохо нам немножко ромбануть уже 209 и часть танков как я уже часто говорю из 5 и 6 крайсер уже будут испытывать определенные затруднения на пробитие нлд под таким углом на обычных снарядах касаемо влд 205 216 вверху не назвать это конечно супер крепким многие танки даже обычными снарядами будут сюда пробивать но какие-то тоже те что я уже перечислял будут на обычных снарядах испытывать затруднения рад гусеничные полки 265 270 это хорошо там даже рикошет выскакивает маска орудия башни переходим кругляк у нас вокруг ствола 480 внизу 256 вверху 250 основная бронеплита башни внизу 248 262 верху вот башня на самом деле держит не только обычные снаряды аналогичных танков 8 левела да но еще и может вполне себе сдерживать даже голду щеки у нас тут 279 280 тоже хорошо теперь касаемо верхних планочек и самого лючка планки у нас 305 рикошет 291 рикошет люк 184 но он настолько маленький и тоненький что у него достаточно тяжело выцеливать и попадать боковое бронирование 40 миллиметров это так не самая лучшая машина для танкования от борта только в исключительных случаях под острым углом чтобы развести противника на выстрел потому что перекрутили вот система пока еще пишет кстати рикошет 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 за счет рикошет еще держит для даже так держит у фантастика 100 вот так уже пробивает но все равно мы подставляем тут щеку подбашенной цилиндр да и здесь у нас 190 ну 210 еще ничего а тут уже такое себе но лучше все равно не стараться на этом танке от борта не танковать все-таки ну 40 миллиметров 70 приведенки с экранами совсем понятно но слабоват борт честно говоря так с броней разобрались давайте глядеть пушечка что у нас тут за орудия пушка стать 9 левела вот 360 альфа как на бизоне пробитие 218 кстати как на бизоне 242 от голда слабее чем на бизоне тоже три снаряда у нас здесь дпм 1825 0 4 точность получше с сравнивать с бизоном время сведения 3 секунды вот подольше но у нас время перезарядки между выстрелями 275 экипажем оборудование можно часть компенсировать но приблизить к этим значением и в принципе будет комфортно стрелять на этой пушке по так кстати давайте под выкачаем у нас значит так а то накопилось а мы до сих пор так и не выкачали а тут уже куча сейчас вместе с вами полевую при вкачаем все вот прокачали крутяк здесь рекомендую назначить мобильность потому что я люблю ездить на имели с турбиной чтобы была хорошая подвижность вездеходную ходовую во втором блоке а здесь как раз прокачиваем на сведение мы помним что у нас сведение слабенькое и звукоизоляцию поскольку тяжелый танк нас будет фокусить арта и все такое прокачиваем звукоизоляцию все прокачали далее по оборудованию во второй слот который мы поставили как раз на подвижность ставим турбину в первый слот закалку и ставим обязательно став то есть из обязательных для этого танка всегда став желательно турбину и закалку чтобы нас поменьше ставили на каток по снарядам основной у нас подкалиберный голода тоже подкалиберный снаряд основной летит 1080 и это вполне себе сносно голода летит 1350 что мега отлично но сегодня у нас обзор и мы говорить будем про основной тип снаряда вот поэтому в принципе на основной летит вполне себе вменяемо по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель у нас три члена экипажа перки наблюдайте перед собой в таблице теперь касаемо огневой мощи плюсы и минусы мы помним бронирование башни и у нас она замечательная и у нас к этой броне башни есть еще и минус 12 почему же я этот танк опять же в топ-10 ввел до фарма по серебру потому что это универсальная машина который себя одинаково комфортно чувствует в городе играя от брони башни и также хорошо себя чувствует на рельефных картах опять же от брони башни и с увенами в минус 12 вот барабан у нас фулочка заряжается полностью 20 ну там почти 29 секунд и это отличное замечательно время сведения у нас получилась до 2,67 а мы помним что перезарядка у нас три секунды то есть мы улучшили этот параметр опять же и за счет полевой модернизации 039 у нас точность как для тяжелого танка нормально и дпм тысячи почти 900 по хп 1590 такой же примерно как и на бизоне по мобильности мы из ездить будем естественно турбине 50 вперед 19 назад почти 16 половиной 16 половиной лошадей на тонну дельной мощности это нам намекает на то что этот танк свою максималку в 50 достаточно бодро будет набирать по обзору 375 метров и вот конечно же мы слеповаты среди тяжелых танков 8 левела но у нас ряд других преимуществ поэтому предлагаю сейчас спрятаться бой играть будем только на основном типе снаряда без голды посмотрим собственно а что у нас получится гол так господа обзор боем у нас эмиль 1951 швед тяжелый танк 8 левела прем-танк обзор боем у нас играем без голды тем более что в сетап мы попали против шестерок и семерок да да но у них есть крепкие товарищи в виде бз 1066 166 и выках у них 100 0 1 п тоже очень крепкая машина и обычными типами снарядов нам конечно будет против вот этих двух танков сложновато но в целом сетап шестерки наша задача в этом бою по фарму настрелять поэтому едем подвижность на турбине у нас хорошая нам бы перекатку поймать был бы знатно мы как раз успеем и даже барабан зарядить да в лючок конечно целить будет такое посвятим хотя бы может наш кто-то там ему урон даст мы будем перестреливаться чуть делать конечно у нас не самый точный танк мы будем его светить а наш пусть стреляет надежде попасть в люк да 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 не до штанг не попали не не хочет умирать вот зато пантере попали светим а вот сейчас она не светит но обзора не хватает чел ты вон наш подсветит какая злая пантера а мы не попали вот точности не хватило чё пантера то выйдет еще пострелять нет ребят попадем в люк вряд ли да нет ни разу не попали с двух барабанов просто ни разу ухты я к пантеру уже перешла на фугасики все заряжаемся у нас много снаряд вот наш подсвет гуля пантера чё делает ща надо делает сейчас мы и сделаем бобу а мы не попали ухты есть ребята в люк закинули ухты точный так офигеть а вот сейчас не попали все заряжаемся ну все сайт сколько на танк на танковому косарь у нас об подсветили а ях пантерку бы подсветить бы сейчас бы было бы неплохо колонну попали а ее там нет рикошет до точность так сказать не позволяет грязь сделать а вот ребята ездят конечно исполняет нам бы защиту бы слить и можно было может даже поджаться рикошет не попали вот так вот мы стреляем не ну пока этот друг будет жить нам у нас не чё-то делать да 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 не пробьешь ну и шо это такое фугас нет прям тест пушкина точность у нас идет как бы нам 45 тп бы не нажахал бы филейную часть ты ты чё тут слышь друг вот 45 тп расстраивает вот здесь поближе уже выселили тихо 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 есть пробитие за столбом наш хорн ребят свечу стреляем не хотят до наших так то у нас не должен пробивать наш хорн этот где-то вот там в кустиках тусит их ты ты погляди приехал все посвятили постреляли там уже базюльку беру все сбрили все сбрили мы по захвату проиграем не успеем ну блин 3к дали а надо ехать сбивать надо ехать сбивать 25 секунд никак не успеем никак не успеем промазали хорошо сбили знатно как бы нам 40 этого обмануть то надо в тузах не успеем Ага, с этим все. Давай, сбивай. А, их там двое. Все, ребят, проиграли. Не собьет. Сбил! Ё-моё, все, едем. Но умер. 38 секунд. Все, въезжаем, вкатываем. ХП нету, но вкатываем. Вкатываем 17 секунд. Кромве. Ну, ладно. 3200 дали. Козявкам мелким проиграли. К сожалению. 4 фрага у нас. Давайте поглядим, что на фарме. Играли на основном. Без голды. Да-да-да. Ну, я надеюсь увидеть цифру 180 начисленную. Начисленную. Желательно. Да. 180. Ну-ка. 153. Ну. Играли против мелких левелов. Поэтому меньше дали. Да. По сути у нас второе место по урону. 4 фрага. Начислено. 153. 124 чистыми. Так было бы больше. Но мы очень много снарядов откидали по китайцу. Вот. К сожалению. Да-да-да-да. Ну, в целом-то неплохо, я считаю. Что? 124 чистыми в копилку. Знатно. Удобная машина. Кстати, сколько мы там натанковали? Ну-ка. Мы натанковали. Где? Вот. Заблокированный 1615. Очень даже неплохо. О чем я и говорю. Броня. Башни, конечно же. Держит удар. Так что, ребята. Рекомендую для фарма. Вот на такой сборке с турбиной. Чтобы побыстрее он катался. Менял позиции. Вот. У кого есть такая машина. Машина. Пишите в свои комментарии. Как вам? Эмиль 1951. Получается ли на нем фармить? Как по мне, для фарма машина знатная. Реально. Нужно серебро. Подкачать, так сказать, кошелечек. Пожалуйста. Хорошая тачка. Так что, можно в ангар приобретать. Ставьте лукасы. Подписывайтесь на канал. Ну, я говорю. До скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео. Подпиской на канал. Ну, и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok